Слышите? А сейчас? Ну, это значит, что плохие парни спустя 25 лет после оригинального фильма возвращаются на киноэкраны. В этом городе я не доверяю никому, кроме тебя. Я тебя очень прошу, плохие парни. Последний раз? Да, последний раз. Всем привет, с вами Антон Логвинов. Я фильм уже посмотрел, вас премьера ожидает 23 января. И, на самом деле, конечно, уже многие начали спрашивать, особенно в Инстаграме, как фильм. Ответить на этот вопрос очень-очень сложно, я постараюсь без спойлеров. Очень прикольный пример того, насколько кино сложный механизм. И как, если ты какой-то винтик убираешь, а в данном случае этот винтик режиссер Майкл Бэй, который снимал первые и вторые Бэтбойс, и первый Бэтбойс вообще первый его фильм. Как, если ты убираешь вот такой вот винтик, и будет там даже та же команда, те же продюсеры и, возможно, даже операторы. Как все это начинает работать иначе, при том, что авторы всячески пытаются визуально даже замаскировать отсутствие режиссера. То есть здесь, в принципе, если смотреть трейлер, картинка, кадры, операторская работа, даже цвет аккорд такой, Тил Торрендж, да, который нравится Майкл Бэю, все как бы, в принципе, на месте. Но как только ты начинаешь фильм смотреть, то понимаешь, что да, Тил Торрендж, но вот как-то с картинкой совершенно не такая искусная и сочная, как бы на Бэйевских фильмах. Эффектные ракурсы камер, снизу пролеты, облеты двух героев тоже вроде на месте, красивые съемки вертолетов тоже, но почему-то это не работает, в этом нету такого дикого детского крышесносного азарта, и плохие парни не такие уж прикольные, как были бы когда-то. Чего? Смотри и учись. Сэр, я понимаю, вы напуганы, иногда странно. Ну чё, пряник сработал? И здесь еще интересно то, что на смену Майкл Бэя пришли, на самом деле, европейские, бельгийские режиссеры. Это Билла Фанла и Адиль Эль Арби. Это чуваки, которые сняли несколько таких ярких ганста-фильмов в Бельгии, и, видимо, их заприметил Джерри Брукхаймер, и вот позвал снимать новых парней, ожидая такой прилив новой крови, новых идей. Но получилось, что вот эти бельгийские режиссеры, они столкнулись с голливудской машиной, в котором, видимо, все-таки не так у них много свободы было, и ничего из того, что можно было увидеть в их фильмах, нет в плохих парнях. Есть такое классическое голливудское кино, сделанное Поликаном. Хочешь, чтобы тебя запомнили только по одежке и количеству трупов? При том, что, в принципе, видно, что все стараются. И сценаристы старались, в общем-то, много времени уделить персонажам, главным героям, их развитию. И Битбойс идут по классическому пути развития, как некогда смертельное оружие, то есть последняя часть про то, как я стар для всего этого дерьма. Мартин Лоуренс еще очень удачно, в общем-то, растолстел, так что действительно, ну, видно, что чуваку пора на пенсию. И, естественно, весь фильм они это обмысоливают, обсуждают. При этом есть некая аллюзия на карьеры Лоуренса и на карьеру Вилла Смита, который в свои немалые годы по-прежнему пытается выглядеть на 25-30, и у него самое интересное, что получается. И он как раз не хочет завязывать, в общем-то, с работой полицейского. А Мартин Лоуренс уже, в общем, всего достиг. У него дети, внуки, и все это ему нахрен не нужно. С меня хватит, Майк, я ухожу. Опять та же песня. Но тут из мексиканской, естественно, тюрьмы бежит при помощи своего сына зловещая королева картеля и решает, в общем-то, отомстить героям за былые обиды, начиная, в общем-то, устранять все полицейское подразделение, которое когда-то занималось поимкой ее мужа. Ну и, в общем-то, можете представить, что начинается. Это кровавая бойня! Ужас! Это не моя вина! Значит, ты не стрелял! Да ладно, капитан, конечно, стрелял! И вот с точки зрения ностальгии под Бэтбойс, это, на самом деле, неплохой фильм. То есть, действительно, любимые герои, любимые шуточки, если кому-то нравились, Мартина Лоуренса, которые, кстати, по современным меркам уже действительно пошлые и, действительно, редко такое уже встретишь в кино, такой откровенный черный юмор. Черный не в смысле саркастический. Мы не просто черные, мы копы! Позже сами себя оштрафуем! И при этом, действительно, много диалогов между ними. Они не то чтобы сверхумные, но действительно смешные, особенно ближе к середине, к концу, когда какие-то уже такие темы, которые через весь фильм идут, начинают развиваться. Это все, действительно, неплохо и напоминает о старых плохих парнях. В общем-то, многие, я думаю, скажут, что фильм выезжает на Мартини Лоуренса. Проблема в плохих парнях навсегда, как я уже вначале сказал, то, что без Майк, но Бэя все это вместе очень плохо работает. Видно, что эти режиссеры, как бы они круто там не снимали свои бельгийские гангстерские фильмы, то ли запертые в голливудском цикле, то ли сами по себе, ну, они не тянут на место Майкла никак. Самая, в общем-то, яркая сцена в погоне здесь. Ее показывали в трейлере, где, в общем-то, герои едут на мотоцикле с коляской. Вы даже не можете представить, насколько это скучно и плохо. Мне это напомнило пародийную сцену из игры No One Lies Forever 2, и застрички помнят, где, в общем-то, герои гнались за злодеем на велосипеде. То есть это медленно, без креатива, без какого-то настоящего круто снятого экшена. И ты вот сидишь весь фильм, мало того, что экшена практически нету, когда он появляется, он скучный, и у тебя в голове начинают проматываться вот эти все сцены с опулянием автомобилями, эти все перестрелки с пролетами на 360 градусов, и ты такой, господи, Майкл Бэйн, ну ты же гений, вернись, пожалуйста. На самом деле, очень полезный фильм, чтобы вот сравнить и понять, что Майкла Бэя, хоть он и потерял немножечко в чувстве вкуса в последние годы, откровенно, что все-таки Майкл Бэй, мать его, один из самых великих экшен-режиссеров за всю историю кино, и вот просмотр Бэдбойс, это наглядно вот демонстрирует, ты просто сравниваешь Бэдбойс 2 вот с этим, при том, что Бэдбойс 2 в свое время, вот мне кажется, это был первый фильм, на котором Майкл начал терять вкус, он был слишком перегружен, я бы из него пару таких больших перестрелок просто выкинул, они там не нужны ни по сюжету, ни почему, но сравнивая, понимаешь, блин, разницу, и вот поэтому, мне кажется, «Плохие парни» навсегда, интересное кино для такого просмотра, оценки, с одной стороны, есть ностальгия, та самая музыка играет, обстебывает, естественно, ту самую старую песню, есть хорошие шутки на тему разницы поколений, в том числе, вот поколений полицейских, и это правильно, ты понимаешь, что не только ты 25 лет эти прожил, но и герои, детство, для кого-то юношество, студенчество, и они с тобой на одной волне, это прикольно, но не делает, к сожалению, Бэдбойс классным боевиком, я думаю, все равно, те, кто любил Бэдбойс в кино, пойдут, те, кому было пофиг, ну, нормально, можно провести время, но не более, эй, ну сорян, серьезно, чувак, заполируешь потом, нет уж, сам будешь полировать, ну и на этом, наверное, у меня все, с вас лайк, подписка и колокольчик, вам хорошего похода в кино, пишите в комментах, как посмотрите, возвращайтесь, делитесь мнением, ну и увидимся в самое ближайшее время, в других сюжетах, счастливо, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok